всем привет всем здравствуйте сегодня у нас в прямом эфире ноготь дольче габбану посвященный истории византии это когда много золотой парчи у них было на показе все модели были одеты полностью в золото и там много 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 украшений поэтому я сегодня работаю боксом дольче габбаном для цвета покажу какие входят в бокс вот я хотела давно сделать этот вариант дизайна решила отходить с маникюром сейчас летом поэтому начала делать это на себе вот один ноготь я уже сделала сейчас начну делать 2 вот единственное у меня там мини коррекция поэтому мне нужно сейчас будет очень быстренько сделать мини коррекцию и мы с вами приступим к дизайну дизайн интересный я его очень хотела давно повторить но не получалось потому что не было продуктов для этого вот поэтому сейчас нам понадобится очень много золотой фольги мультипл дизайн а все вот эти украшения я беру из бокса и так напомню что такое бокс давайте кстати покажу поближе какая красивая во первых парча у нас на заднем плане сейчас я пока новые боксы девочки не планирую вот пока так сейчас не до боксов извините не до бокса так что у нас входит вы знаете что мне например не разрешают работать продуктами которых нет наличие а я все время ходила страдала думаю блин бокс нравится ногти себе не могу сделать потому что все начнут спрашивать я пошла специально думаю схожу в магазин узнаю если в наличии остатки бокса вот я посмотрела есть и в ростовском магазине есть остатки пусть они там небольшие но они есть и на эми шоп также есть и по моему даже на балберис посмотрела есть возможно не у всех дистрибьюторов есть вот но попробуйте спросить но я так думаю что все равно какое-то вот количество небольшой вот этот остаток этих боксов осталось вот поэтому я со спокойной душой сегодня вам показываю дизайн в стиле дольче габбана декорации конечно же мне понадобится откуда из этого бокса потому что вручную это конечно всю историю можно сделать да вот все бокс вручную все это можно сделать но будет трудоемко хотя напомню о том что у нас в рамках клуба мне кажется я последний полгода все дизайны ручной работы делала только при помощи мульти пол дизайна хотя у меня для вас хорошая новость как хорошая знаете с одной стороны плохая клуб практически закрылся вот он отсуществовал 14 месяцев мы его закрываем но есть хорошая новость мы переупаковали этот продукт сделали библиотека эми арт и теперь его можно купить в доступе навсегда вот имейте ввиду это кстати то что я делала вот недавно в июле для клуба это как раз последнее то что я делала смотрите какая красота это новый показ дольче габбана 2024 все сделано полностью вручную обратите внимание и конечно же я такая думаю есть же еще одна штука которую я давно хотела воплотить жизнь с дольче габбана и это показ где они делали отсылку к византийской империи до византийскому искусству дольче габбана это итальянский бренд византия это древняя скажем так италия до в древности италия делилась на два государства 1 1 часть называлась римская империя и в рамках римской империи шла еще и византийская империя хотя по факту это все было италия так вот византийскую империю культуру взять до очень много золота с большим количеством камней и вот этот показ я помню он меня тогда очень сильно вдохновил но повторять полностью вручную очень сложно вот особенно вот этот эффект парчи и сегодня как раз мы с вами все это с имитируем как раз возьмем два продукта мы будем в декорации брать из бокса а для парчи мы будем с вами брать мультипл дизайн как раз посмотрите как такой эффект парчи сделать так ну а пока мы с вами сейчас быстренько сделаем мини-коррекцию жалко конечно мне спиливать это богатство вот но пора носить что-то новое сейчас чтобы стол не загадить вот так стороне пилить я кстати еще дизайн не выкладывала смотрите не наращивание ногтей нет дизайн до новая пластина у нас скоро будет я на себе снимала мастер-класс дизайн снимала для тех кто любит делать украшения на ногтях облегчим вам немножко жизнь при помощи но эта новинка будет в конец августа сейчас мне нужно будет делать мини-коррекцию буквально потому что все равно у меня две недели прошло кутикула отросла красивая форма сегодня у нас тема дольче габбана такое новое прочтение где я смиксую декорации возьму из бокса дольче габбана да сам дизайн а покрытие сделаю при помощи продукта мультипл гель будем делать золотую парчу сейчас у нас небольшая мини-коррекция а богатство скажите что получается все равно очень похоже несмотря на то что я не делала это вручную но получается очень даже похоже так у меня в чистом виде классика юля принеси пожалуйста nail prep nail prep так обезжирили сейчас я дегидротант нанесу работать я буду soft nude это моя любовь сколько лет этому продукту мне кажется soft pink и soft nude это самые универсальные гели по цвету среди камуфлирующей классики мне нравится что наши гели камуфлирующие классические у всех где есть приставка soft они очень эластичные и кайфово делать клиентам коррекцию на постоянной основе если моделирование делаете то например наращивание можно совместить в этом случае каким-нибудь жестким гелем на свободный край тонкую подложку не делайте soft nude а взять например натурал композит или взять просто гель натурал так ультрабонт прям нам чуть-чуть его здесь надо так и базу я буду использовать классическую и всем рекомендую для классических продуктов для нерастворимых продуктов брать супербонт это полигели акригели это гели в банках это гели во флаконах использовать именно классическую базу в эйме она называется немножко по-дурацки супербонт вот я каждый год говорю давайте переименуем просто напишем бейс гель просто бейс гель классика нерастворимый так так как бейс гель классика рекомендую брать кисточку не из флакона а где у меня кисточка отдельная моя ну вот кисть потеряла на ровном месте любые базовые гели нерастворимые именно классические рекомендуется наносить отдельно все-таки кисточка даже если эта база идет во флаконе и лучше очень тонким тонким слоем с таким продиранием наносить с такими продирающими втирающим я бы сказала вот это втирающие движения это не только с вашей базой классической так надо работать с любой классической базы нужно втирающими движениями тонко наносить тоже у меня была идея с флакона в банку расфасовать чтобы она у нас все-таки в банке продавался чтобы упорно все равно вот сколько было на кисточке столько и налили много нельзя поэтому либо очищаем прям тщательно снимаем все излишки и потом уже втирающими движениями наносим понятно так сушим кстати рекомендую не пересушивать классическую базу 30 секунд будет достаточно чтобы она просохла и берем мой любимый soft nude кто кстати любит больше soft pink soft nude или у вас одинаковой популярностью пользуются у кого расход больше soft pink либо soft nude у них идеальная консистенция для классических гелей можно делать моделирование без опила не идеально выравниваются за счет этого очень маленький расход ну плюс я вообще в принципе люблю классические системы считаю что классические системы их либо нужно совмещать с гель-лаковой системы гель-лаковой системы в чистом виде не работать ой такое неаккуратно делаем максимально чтобы прям не пилить и сушим в лампе очень хорошая комфортная консистенция для выравнивания мне больше зашли гели из последних последние гели они в отличие от гели где приставка soft ими можно подставлять форму еще и на форме выкладывать soft и хотя я очень часто наращиваю себе все soft да и свободный край и ложа но вот по протоколу у нас положено что сначала на свободный край вот здесь положи какой-нибудь гель тоненьким слоем а уже потом от кутикулы до свободного края soft просто soft и они чем хороши у них очень мягкая такая знаете эластичная текстура для классических гели вот новые гели тоже кайфовые их обожаю они возможно не так само выравниваются идеально как soft nude вот там тоже очень много плюсов классных так сушим две минуты и я пилить не буду пилка я возьму сразу шлифовщик потому что я положила прям идеально ровно и пилить сильно не нужно но всегда до пилить чуть-чуть рекомендуется потому что особенно квадратные ногти сейчас видите эра не хотят пилить да хотят быстро выложить перевернула и будет тебе счастье а все-таки когда мы чуть-чуть прошлись по боковым сторонам по торцам линии кутикулы у нас получается более чистая аккуратная архитектура ногтей они кстати хорошие однофазники ты себе сейчас нормально две минуты посушила но просто некогда у них очень хороший кстати блеск поэтому сильно пилить не будем но вот так вот номинально классик классику обязательно по кутикуле нужно сводить в ноль пройтись хотя бы чуть-чуть нужно по кутикуле вообще те мастера которые работают на совмещение одних материалов с другими мягкими твердыми системами гели в банках гели во флаконах и полигели аквигели они относятся к классическим системам нерастворимы и вот если их сочетать вместе с растворимыми системами гель-лак особенно гель-лак хорош по кутикуле до скульптуры гель-лаковые так называемые базы наверно самый лучший результат будет вашей работе нельзя работать одной технологией и одним материалом абсолютно на всех ста процентов кто с этим согласен пишите я согласна что нельзя всем подряд делать гель-лак 80 процентов клиентов идеально все-таки заходит когда гель-лак одна вторая а нижняя одна треть это либо акри гель либо жесткий классический гель так ну что у меня готово мы переходим с вами в дизайну кисточку предлагаю взять тоже мне просто овальная кисть немножко я ее подпортила так слегка придется этой мучиться но я думаю ничего страшного напоминаю как мы работаем с мультипл это самый восхитительный продукт последних шести месяцев вы знаете что раз пять лет я начинаю сходить с ума по фольге и периодически какие-то продукты да вот у нас первый знаменитый черный тюльпан для фольги был потом появился глоссами это когда цветные оттенки гели тоже позволялись на себя отпечатываете более-менее так нормально фольгу потом появился глоссами это они глоссами принт-код гель прозрачный много кстати не берите вот кто-то сейчас в инстаграме писал что типа у меня полосками как у вас так ровно получилось а потому что вы жирно значит наложили этот мультипл гель жердяйска и поэтому он у вас и лег полосками тоненький слой плюс у меня сейчас будет порчайте да все равно пойдет какой-то во-первых фактура у меня будет сейчас из фольги потом сверху я еще пройдусь делаю легенький рисуночек чтобы сымитировать ой я манитюр забыла себе сделать блин тут бывает еще это я вот только что ножницы у меня лежат и кутикулы девочки но я заработалась последнее время ну так короче забыла себе вырезать кутикулу вырежу после уже покрытия так тонкий слой наношу увижу смысла жердяйски наносить фольга к этому мультипл гелю офигенно припечатываются ну понятно что я делаю такими легкими движениями не перпендикулярно параллельно поверхности да вот так вот свожу на нет ну прошло ну вроде норм ничего так и 30 секунд где такую палитру я ее сама сделала девочки это я как-то мастер-класс делала по декоративно-прикладному искусству в клубе эта работа со смолой вообще кстати рекомендую всем купить клуб он кстати у меня будет скоро доступен к покупке потому что клуб закрыли верни как вот осталось два дня и клуб закрывается эми арт вот и вот эти 14 месяцев а там куча офигенных всяких штук мы их упаковываем в такую объемную библиотеку и будем продавать отдельно в постоянное пользование вот имейте ввиду вот это я для клуба делала мастер-класс вела по смоле и у меня время осталось я села себе эти палитры сделала сами палитры я не показывала в мастер-классе но там будет понятно откуда я и взяла их там я знаете что из этого делала я делала подносик красивый под косметику и делала новогодние игрушки из этой смолы так ну что поехали чем смотрите даже не надо кусками отпечатывать просто вот так вот проходитесь взять какую-нибудь лопатку чем такое кутикула идеально в любом случае как бы прям там не будет я сейчас вам покажу вот я лопаткой делала в принципе прям мне понравилось неплохо смотрите вы с этим поклон с пигментом вот такой эффект металла никогда не добьетесь ну скажите что не получится есть конечно где-то вот какие-то по погрешности но я считаю что прям так ну я в саму кутикулу прям лезть не буду но и так смотрится нормально смогу показать вам как отпечаталась смотрите как хорошо скажите офигенно а если я сейчас второй слой пройду вообще будет тогда идеально когда слой на слой но у меня сейчас быть парча еще раз напомню сегодня у меня задача повторить вот такую идею это дольче габбана показ в честь византийской империи византийского искусства а так как византия непосредственно это все-таки история италии поэтому дольче габбана конечно конечно же мимо византии не прошли так предлагаю сделать такой дизайн смотрите берем этот же мультипл добавляем к нему черный никого вообще без разницы черный лак черненький мне просто чтобы было видно я когда какую-то роспись уже делаю мультипл прозрачной же штука неудобно рисовать сказал согласны же поэтому я всегда его пачкаю либо белым либо черным пачкаю и потом уже делаю дизайн сейчас предлагаю чтобы такой эффект парчи создать сначала сделать губочкой все 30 секунд в 30 секунд теперь мы берем тоненькую кисточку правда уже ничего не осталось мне хватит и сверху мы потом прорисуем еще тоненькие линии сейчас отпечатываем следующий слой у нас такая имитация золотой парчи смотрите как классно отпечатывается я делала сейчас рисунок губкой кто-то скажет на фига ты такую красивую гладкую поверхность испортила мне нужно было сделать такой эффект смотрите как красиво получается такие пупырки красивый рисунок свет от губки красиво например если вы считаете что ну как это лишний шаг можете не делать и сразу приступить к росписи вот и теперь на дальнем плане я сделаю такой легенький рисуночек кое-где вот такие вот завитушки совсем их чуть-чуть ничего такого конкретного сейчас вам возможно не очень видно что я я рисую все блестит значит подсушить отпечатать деньгель закончился намешать наконец можно повторить этот дизайн то знать у меня всегда есть какие-то такие подборки которые я храню и думаю что вот-вот скоро я такое смогу повторить сейчас мы благодаря multiple вот это вот видите заднюю часть парчи и очень круто делать вот как раз эти нет завитушки будет там на заднем плане такие немного но они придают нужно только клиент эти детали будет видеть до человек со стороны не увидит но как приятно это рассматривать будет да можно вот здесь например еще прорисовать этих завитушек так ну что еще раз мультипл гей ой девчонки единственное знаете чуть кисти мойте мойте кисти обязательно после болею прикиньте обезжиривателем сейчас ноготь по моему испортила решила кисточку помыть чертами дернул мытью надеете за зацепила жидкостью вот здесь надеюсь будет не видно короче кисти мойте мультипл после мультипл он вот реально как клей остатки его остаются до высыхают и все капец просто невозможно кисть промыть он получается как клей просто высыхает этот гель и кисточками промытая так и здесь мы еще сделаем рисуночек я видите в центр не лезу там все все равно не пойдут декорации нет смысла поэтому я вот так вот номинальненько прохожусь по краю мне хорошо видно что я делаю потому что я добавила цвет кстати хотите сильнее цвет чтобы был ну как лучше вам было видно добавляйте не будет него все равно липкость остается все суши и переходим к декорациям к нашим роскошным они нам как раз сейчас имитируют этот эффект который мы видели на одежде моделей еще раз напомню какие конкретно декорации их здесь много это дольче габана вот такая африка вот такие пионы маки эти плоскостные такие анютины глазки вот такие цветы 4 и 5 кружева да можно черный тюльпан добавить пожалуйста и идут вот такие красивые декорации виде украшения страз раз два три четыре пять смотрите как это красиво где страза офигенно хочется плоскостные цветные и вот такие стразы сейчас мы это все начнем клеить покажу как мне просто самой себе очень неудобно отпечатывать не представляете как еще арка на ногте ну вроде хорошо бумажечку видите беру отражать и и тогда видно вот немного ну вот кусочками по краям добавила орнамент вот такой и сейчас видно какое качество офигенное отпечатывание фольги все и в центр мы начинаем делать украшения так и для этого нам понадобится топ слайдер топ слайдером нужно быть очень быстренько да потому что он же еще лак себе в состав или составе имеет мы есть его откроем понюхаем прямо плаком пахнет да поэтому топ слайдер он кстати долго не хранится вот поэтому рекомендую во первых не работать так чтобы постоянно открыть бутылечек он когда вот концу начинает подходить заканчиваться он начинает чуть-чуть подзагустевать вот это имейте ввиду вот но тем не менее это незаменимый продукт когда мы работаем с любыми слайдерами на водной основе вот поэтому как бы не хотелось но сейчас по фольге нужно пройтись именно им вот а чтоб наша фольга осталась красивенькая она может испортиться вот но кстати успокою вас на мультипл дизайн фольга отпечатывается настолько крепко что даже топ слайдер ее практически не растворяет вот имейте ввиду вот если на черном тюльпане все равно но где-то начинает плыть растворяться то на мультипл гелия когда мы начинаем наносить топ слайдер не растворяет единственное делайте это быстро я очень стараюсь максимально тонко сейчас вот так вот я толщину убираю все 30 секунд и в центре у меня пойдут мои наверно вот эти вот красивые штучки сейчас посмотрим что мы компонуем ой я выкраску вам цветов не показала сейчас я еще выкрашу цвета наверное покажу какие оттенки входят в бокс дольче чтобы посмотрели что еще и цвета такие вот прям вот вот из каждой группы из розовой группы из черной группы из зеленой группы это вот то есть фиолетовой группы самые топовые часто эти оттенки просят клиенты так лучше смотрите как прикольно если посмотрим от топ слайдера фольга практически вот вообще не поплыла не знаю хорошо вам видно смотрите какое хорошее качество все сохранилось боже как красиво кашел так и оставил так но для меня это сильно скромно поэтому мы сейчас будем делать такие украшения ну поехали вырезать так ну сто процентов нужно взять я называю бусы герни генриха восьмого с картины это как раз у нас возрождение эпоха ренессанса я называю это бусики генриха восьмого вообще это очень такой знаете типовой вариант украшений сборка именно той эпохи дольче габбан они кстати любят такую сборку бижутерии камней вот такие здесь лунки вам предлагаю боксе дольче сделать зоне кутикулы красивые так раз прямо сейчас вот так на бумаге будем собирать дальше красиво взять давайте возьмем вот эту штуку возьмем вот так она пойдет к ней можно малышку вот эту взять видите такую гирлянду мне ногти позволяют это если ногти будут короткие то это только по одной штуке кстати если будете делать такой дизайн на короткую длину понятно что это один элемент на указательный на второй средний вот этот элемент сделайте на короткую длину отмечайте обязательно нас чтобы мы выложили так ну чё я предлагаю вот так наверное хотя не наверное вот так это я сейчас собираю видите эту гирлянду как у меня будет не наоборот а вот так раз два и в конце можно вот такой милейший бантик у нас есть о кстати сердечко дольче капано тоже классно все это мне такая сейчас будет гирляндочка собрана кайфово все водичка смотрите почему вот такие дизайны как дольче габбана вот бокс не делаем на постоянной основе вот мастера такие вот как я с таким вкусом клиенты нас не настолько такой большой процент знаете вот которые делали бы выручку хороший оборот по тем же вот декорациям например вот поэтому мы вот что-то такое сложно сочиненное неформатное стараемся делать разово девчонки вот сколько раз уже из практики я что-то допечатываю оно у меня просто ложится на склад вот там просто есть определенное количество больше которого я не вижу смысла печатать мы поэтому один раз продаем и потом уже не повторяем бывает такое что повторяем но например как с боксом дольче вышло я поняла что нет смысла повторять вот поэтому всегда я говорю что такие вот вещи есть и клиенты на это и мастера есть у нас наверное 30 процентов от массы а такой вот масс-маркет потребитель кто очень много потребляет они потребляют что-то такое попроще так что вот этот дольче бобана скажите прямо я сейчас смотрю и это вот идет модель по подиуму по подиуму по подиуму эстетическим оргазм понимаете для меня ногти это не дополнение образа для меня ногти это отдельная история хотя большинство женщин делает это как дополнение к образу да ну у меня всегда это живет само по себе Мои швы сладенькие Как же я теперь буду радоваться У меня глаз Знаете, как для меня ногти Я вот на них смотрю, глажу их Потом опять смотрю Опять глажу их, поглаживаю Я не ношу, кстати, кольца Не люблю Эти часы Браслеты, ничего такого нет У меня только серьги всегда огромные Почему? Потому что большое внимание На себя забирает вот такие ногти Так, ультрабондиком обработали И знаете, что я предлагаю Я вот до этого брала Прайм, но для такого дизайна Я боюсь, что будет толстовато Поэтому знаете Ультрашайне не совсем хорошая история Для покрытия дизайна Но когда вот такая гигантская длина Как у меня Чтобы не было толщины Я в принципе с Ультрашайном Хорошо похожу Чуть-чуть тоньше ляжет Тем более у меня же там уже Топ-слайдер я нанесла Фольгу он защитил Вот, поэтому я чуть-чуть себе сэкономлю Толщину За счет Ультрашайна Вот смотрите, только вода Текучая И вот на такие, конечно, килограммы дизайна Как у меня Здесь нужно быть очень осторожными Прямо вот кутикулу В последнюю очередь проходите Но зато он почти толщины не даст Все блестит Я даже не вижу границ Как у меня тут этот топ нанесен Ну, вроде нормально нанесла Ладно, сушим Так, конечно, на маникюрчик Себе тут чуть-чуть сделать Который я забыла сделать вообще Так Ой, ну вообще богатство Это же просто богатство Так, ну ладно Сейчас я, конечно, вот этот косяк-то исправлю Сейчас, минутку Я просто, видите, в контакт всегда выхожу К вам ко вторым И вот тяжело одно и то же Ты ровно час Говорил, говорил, говорил И выходишь Через пять минут Следом в другую социальную сись И опять про то же говоришь Иногда у меня сбоит моя система Я забыла сделать маникюр себе Вот так бывает Ой, какое богатство Так, ну вот как-то так Что вы думаете Давайте сейчас сделаем выкраску Я так и не выкраску не сделала И сделайте скриншот Кто давно видел варианты дизайна с Дольче Габбана Дольче Габбана, во-первых, есть на emyshop.ru На Валберисе есть Я видела там вот чуть-чуть Но остатки они есть Поэтому успейте приобрести Потому что это, знаете, такая база Вот нет-нет Смотрите, я сколько себе месяцев Месяцев осень Дольче Габбана не делала А вот сейчас летом опять так захотелось Как увидела вот это Это я порядок наводила у себя дома Увидела вот эту планшетку Которую я делала, когда выходил Сам бокс Думаю, господи, это, наверное, самое для моего вкуса Великолепное, что я когда-либо делала Вот Александр Маквин, да, мне тоже очень нравится Но вот если сравнивать, Дольче, конечно, это вот прям любовь Любовь-любовь Так, давайте оттенки посмотрим Какие у нас здесь И будем закругляться У нас, кстати Сегодня-завтра Выходит классный новый слайдер В русском стиле Я себе обязательно правую руку сделаю Смотрите, какая мелота Причем буду рекомендовать делать На черном и на белом фоне Кто рано встает, тому Бог подает Прикольно? Что у нас тут еще есть? Не зная воду, несусь я А, не зная броду, несусь я в воду Счастье не пстится, само не прилетит Доброе слово, кошке приятно Короче, классная тема Я с этим буду работать в следующую пятницу Но просто это уже сегодня Либо завтра будет продажа Такой русский стиль Еще такую песенка Знаете, песня у меня есть любимая Как же она называется? Мат, душка, земля Тра-та-та-та-та-та-та Я говорю, блин, нужно еще под эту песенку это сделать Так, зеленый, великолепкий Видит, когда выкрасываешь этот зеленый А он вот прям Тем более, сколько я вам читала по трендам цветов За весну, лето Не один раз, возможно, много раз вы это слышали Зеленый, новый виток зеленых оттенков Не каждый готов в одежде на зеленые цвета Почему бы не сбить оскоминку через маникюр? Тем более, клиенты уже готовы к нестандартным решениям И зеленый маникюр вполне себе Поэтому имейте в виду У дольщи зеленый великолепный Неважно, сколько сезонов пройдет Это вот просто великолепный зеленый Дальше, конечно, лето вот сейчас Розовый А, кстати, вот зеленый, он может быть и летним Заметили, и осенне-зимним Розовый Вот он пограничный Он и летним может быть, и осенне-зимним Вот такая тональность у него и яркость Что он вполне себе может быть как летняя история Так и в осень будет очень круто Потому что есть категория клиентов Которые, например, упорно носят только белый, черный Либо коричневый, либо нюдовый Цвет гардероба За счет маникюра разбавляют За счет маникюра разбавляют эту Скучную историю в одежде Так, конечно же, черный Черный – это отдельная тема Сколько его просили сделать отдельно Вот, я даже нашим продуктологам Периодически говорю Блин, ну давайте вот хотя бы черный из этой коллекции Повторим в основном ассортимент Ну вот пока Пока нет Черный, я сейчас вам покажу поближе Он просто бомбический Здесь вот именно не серебро Здесь жемчуг Такое редко встречается Обычно же серебро мы добавляем Один, он же мчужный отлив Такой элегантный Подскажите, пожалуйста, 283-й гель-лак Есть ли в продаже? Сейчас мы глянем Так, ну и, конечно же, группа фиолетовых Фиолетовый, вот он и не вырви глаз И не сильно темный Да, поэтому может быть и как летней историей Так может осенне-зимней историей быть Так, я уже медленно говорю Да, я что-то устала Вот он фиолетовый Роскошный фиолетовый Дольче Пурпух Так, вопрос 283-й Так, сейчас мы с вами Вот так похитренько мы делаем Чтобы я не мучилась долго Вот так По-моему, у нас 283-й Как замены Сейчас, подождите У нас есть телек, который вышел Это как альтернатива 283-му телек Сейчас, секундочку Катя видела тизер К новой осенней коллекции Какими будут остальные чайты регионы лака Следите за тизерами Следите Так, 283-й Так, так, так Сейчас я скажу А, подождите А что там за номер 283-й? Думала, что я знаю Сейчас, секундочку Секундочку Висим, висим Не уходим 283-й Так, слушайте Он в каталоге есть Смотрите Это новый каталог Значит, он есть Я поняла, что это за коллекция Из этой коллекции Мы как раз оставили 283-й и 284-й Вот, они в наличии есть Называется Любой каприз Да, действительно Это один из самых популярных Также малиновых оттенков Так, вопросики Появится ли классическое колец А красок в наборе? А что, нету, да? Ой, может и нет, кстати Появится Должна появиться Любите краски, да? А мы их практически не выпускаем А их потому, что не покупают Что их не рентабельно Делать небольшой объем Так, ну что Мне осталось три пальчика Как раз, смотрите У меня сейчас подсерьги Очень даже и ничего Смотрите Может быть так Может быть Так, спасибо всем большое За внимание Катя, как сделать питон в дайджесте? Надо показать, кстати Прикольный мастер-класс Как бы не забыть Показать мастер-класс Из дайджеста Он, кстати, очень легко делается Там фактура делается Новыми вот этими фактурными Джели-гель, по-моему Именно Хили-гель Да, по-моему, Хили И сверху Хили-гель делается Витражный гель-лак А сверху витражного гель-лака Эмпастой черной Отпечатывается Принт с Пластины Запомнила? Татьяна Владимировна Сначала Хили-гель Потом витражный Зеленый и желтый цвет Гель-лака А потом ты отпечатываешь Стемпинг И после Там красивый Какой-то жирный след Делается Под фольгу Вот Но надо, кстати, показать Этот дизайн Он прикольный Он простой Прикольный Такой базовый Его могут все сделать Надо повторить Раз не поняли Все Всем пока-пока